В эфире телерадиокомпания Шебекина, в студии Тарас Приказчиков. Здравствуйте! Самые интересные новости из жизни города и района в нашем выпуске. В России отметили День российской печати. Артисты модельного дворца культуры побывали с концертом в Шебекинском интернате для престарелых и инвалидов. Общество с ограниченной ответственностью РАДОМ в этом году планирует создать более 200 новых рабочих мест. В Шебекино прошел 6-й всероссийский традиционный крещенский турнир по кикбоксам. А теперь об этих и других событиях подробнее. 13 января в России отметили День российской печати. И в связи с этим праздником наши корреспонденты посетили редакцию шебекинской общественно-политической газеты «Красное знамя». Познакомились с коллективом и узнали секреты создания любимой всеми шебекинцами районки. 23 февраля 1930 года в Шебекино вышел в свет первый номер газеты «Пламя» предшественницы нынешней «Красное знамя». Долгие годы наша районная газета живет одной жизнью со своими читателями, несет им свежие новости, ведет летопись их дел и свершений, радуется успехам земляков, помогает решать многие проблемы. Для многих жителей шебекинского района газета давно стала родной и близкой, компасом в нашей непростой и изменчивой действительности, добрым, сближающим и объединяющим началом. Заверяем вас, что мы сохраним все добрые традиции «Красного знамени», постараемся придать нашей газете больше информативности, расширим ее жанровое разнообразие, спектр и географию тем, освещаемых на страницах газеты. На сегодняшний день штат сотрудников насчитывает 11 человек. Среди них – настоящие мастера своего дела, талантливые и упорные люди, отдающие большую часть своей жизни любимой работе. Ведь трудиться в сфере прессы – это значит быть всегда готовым, забыть про график и режим, всегда находиться в гуще событий и выкладываться полностью, для того, чтобы каждый выпуск газеты был интересным и востребованным. А сделать это очень часто бывает довольно сложно. Но «Красное знамя» всегда справляется с поставленными для себя задачами и уже долгие годы держит высокую планку. Все это благодаря умелому руководству и профессионализму сотрудников. Сегодня газета «Красное знамя» рассказывает в своих публикациях о жизни промышленных, строительных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. Рассказывает, какие шаги предпринимают органы местного самоуправления Шебекинского района по реализации программ его социально-экономического развития, направленных на улучшение жизни жителей города и района. День мастерской журналистики – это по праву наш профессиональный праздник. Это именно тот день, когда мы находимся не на передовой, а в центре внимания. В нашем адресе звучат поздравления на разных уровнях. От доброжелателей, читателей мы получаем поздравления, оценку профессиональных качеств на работах за год. Хочется пожелать начинающим журналистам, печатникам, газетчикам интересного творческого пути, свободы в мыслях, проявлениях, чтобы всегда не находили поддержку от своего руководства, чтобы талант не имел границ. Уважаемые шебекинцы и гости нашего города, 23 января приглашаем вас во Дворец культуры на концерт молодежного ансамбля казачьей песни Государственного центра народного творчества «Сокол» города Белгорода. Начало концерта в 16 часов 30 минут. Стоимость билетов 50 рублей. Справки по телефону 54 203. До встречи на концерте! Завершился 2015 год и самое время подводить его итоги. Жизненным мотором нашего района по праву является агропромышленный комплекс. Телерадиокомпания «Шебекина» подготовила специальный сюжет об итогах работы агропромышленного комплекса «Шебекинского района» за 2015 год. Агропромышленный комплекс «Шебекинского района» В 2015 году был представлен 3 агрохолдингами, 10 сельскохозяйственными предприятиями, 6 перерабатывающими предприятиями, 4 предприятиями по производству кормов и кормовых добавок, 115 крестьянскими фермерскими хозяйствами и 16 тысячами личными подсобными хозяйствами. В 2015 году объем произведенной в сельском хозяйстве продукции составил около 16 миллиардов рублей. Прирост производства к уровню 2014 года – 12%. Денежная выручка от реализации сельскохозяйственной продукции выросла до 18 миллиардов рублей. Предприятия агропромышленного комплекса района закончили год с прибылью в размере 2,7 миллиарда рублей и уровнем рентабельности – 17%. В 2015 году хозяйствами всех форм собственности получено зерна в зачетном весе 232 тысячи тонн. Среднерайонная урожайность составила 48 центнеров с гектара. Наибольшая урожайность зерновых достигнута в акционерном обществе «Яснозоринское» – 74 центнера с гектара, в обществе с ограниченной ответственностью «Новая заря» – 53 центнера с гектара и закрытом акционерном обществе «Восход». Сахарной свеклой получено 163 тысячи тонн. Урожайность этой стратегически важной в экономическом плане культуры составила 395 центнеров с гектара. Самые высокие показатели при этом достигнуты в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Нива» – 473 центнера с гектара. Лидером производства сахарной свеклы в районе по-прежнему остается общество с ограниченной ответственностью «Рус Агроинвест» – производственное отделение номер 7 «Белоколодязянская». В районной структуре посева сахарной свеклы на долю предприятия приходится 92%. Подсолнечника намолочено 24 тысячи тонн при урожайности 29 центнеров с гектара. Наибольшая урожайность получена в хозяйствах закрытого акционерного общества «Восход» – 41 центнер с гектара. Обществе с ограниченной ответственностью «Новая заря» и обществе с ограниченной ответственностью «Урожай» – по 33 центнера с гектара. По итогам 2015 года хозяйствами всех форм собственности было произведено более 171 тысячи тонн мяса, в том числе свинины – 46 тысяч тонн, мясо птицы – 125 тысяч тонн. Основным производителем свинины является общество с ограниченной ответственностью «Белгородский бекон». В 2015 году этим предприятием будет получено более 43 тысяч тонн свинины. В настоящее время на территории района действует 8 птицефабрик мясного и яичного направления, убойный цех и инкубаторий. Одним из лучших в отрасли птицеводства Шебекинского района является общество с ограниченной ответственностью «Белая птица Белгород». Структурные подразделения агрохолдинга в 2015 году получили около 110 тысяч тонн мяса птицы. Хорошие результаты достигнуты и в обществе с ограниченной ответственностью «Белгранкорм» – птицефабрика «Шебекинская», на которой в прошедшем году было произведено 15 тысяч тонн мяса птицы. В 2015 году в Шебекинском районе произвели 439 миллионов штук яиц. Основной производитель пищевого яйца – общество с ограниченной ответственностью «Белянка». В районе большое внимание уделяется программе развития молочного животноводства. В 2015 году хозяйство всех форм собственности надоели более 23 тысяч тонн молока. Передовики производства этой отрасли – сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива» и общество с ограниченной ответственностью «Урожай». Важную роль в сельском хозяйстве района играют малые формы производства. В частности, продолжается реализация программы «Семейные фермы Белогорья», которая насчитывает уже более 200 участников. Общий объем производства продукции участниками программы в денежном выражении составил более 350 миллионов рублей. В 2015 году малые формы хозяйствования произвели продукции на 1,5 миллиарда рублей, что составило более 7% от общего объема производства. Значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса района вносят перерабатывающие предприятия и предприятия по производству кормов, которые из года в год совершенствуют производство, улучшают качество, расширяют ассортимент продукции, а также помогают сельскохозяйственным предприятиям в решении экономических и производственных задач. Закрытое акционерное общество «Завод премиксов номер один» – современное предприятие по производству премиксов для всех видов животных, птицы и рыбы. Выпуская в месяц порядка 2000 тонн продукции, является одним из крупнейших производителей премиксов в России. С 2011 года предприятие реализует масштабный проект – завод по производству лизинсульфата мощностью 57 тысяч тонн в год и сопутствующих продуктов на основе глубокой переработки зерна. Центр инновационных биотехнологий «Завод премиксов номер один» – первый в современной России инновационный, высокотехнологичный комплекс по производству незаменимых аминокислот. Открытое акционерное общество «Шебекинский маслодельный завод» в прошедшем году продолжил глубокую модернизацию вспомогательного производства. Были установлены новые высокоэффективные и безопасные фреоновые холодильные установки. Закончен капитальный ремонт производственных помещений творожного и цельномолочного участка. Основной деятельностью публичного акционерного общества «Макаронно-кондитерское производство» является производство макаронных изделий, в том числе торговой марки «Шебекинские». Организацией также осуществляется деятельность по производству круп в ассортименте под той же торговой маркой. Филиал «Нежигаль» – общество с ограниченной ответственностью «РусАгроинвест» образован на базе старейшего хлебоприемного предприятия Шебекинского района Белгородской области. Основной вид деятельности предприятия – хранение и подработка зерна, масличных и бобовых культур. Предприятие «Общество с ограниченной ответственностью НТЦБИО» занимается научно-производственной деятельностью в сфере сельскохозяйственной биотехнологии. Подтверждая высокое качество производимых кормовых добавок и их высокую эффективность, «Общество с ограниченной ответственностью НТЦБИО» ежегодно увеличивает объем производства за счет модернизации процесса производства и использования нового технологического оборудования. Так, в 2015 году объем производства и реализации был увеличен почти в два раза. Но главной ценностью предприятий района являются все же люди. Шебекинские аграрии вносят достойный вклад в развитие Белгородчины. Две трети валового дохода района дает сельское хозяйство, в котором занят каждый третий житель. Их сила духа, мастерство и умение преодолевать трудности позволили добиться положительных результатов. Сельское хозяйство выступает локомотивом экономического и социального развития. Уважаемые земляки! 2 февраля на сцене Шебекинского модельного дворца культуры Белгородский государственный академический театр имени Щепкина покажет спектакль по пьесе Виктора Ольшанского «Зимы не будет». Герои спектакля – четыре кошки, дерево, растущее во дворе дома и даже подержанный автомобиль. Всем подарена возможность говорить, чувствовать, общаться между собой так, что мы, зрители, можем это наблюдать. Начало спектакля – 18.00. Билеты уже в продаже. В один из трех главных праздников святок – Васильев день – артисты модельного дворца культуры отправились в Шебекинский интернат для престарелых и инвалидов. Постояльцы тепло встретили гостей. Давать концерты по большим праздникам стало хорошей традицией для участников шебекинской самодеятельности. Жители дома-интерната всегда ждут своих любимых артистов, доброжелательно встречают, с радостью приходят на концерты. Все жилые корпуса здания были празднично украшены к Новому году. В этот день всех собравшихся поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. И Снегурочка, и я поздравляю вас, друзья! С Рождеством и Старым Новым Годом поздравляю! Счастья в жизни вам желаю, чтобы прожить вам этот год без тревог и без забот. Участники театра танца «Искорки» рассказали всем, как встречают Новый год на Северном полюсе. Композиция «Умка» буквально покорила зрителей. Хор «Таволга» подготовил всем известные калятки и щедровки, которые с удовольствием подпевали жители интерната. Добрый вечер, Новый, пане Господа, радуйся, ой, радуйся, земле, Сын Божий народися. Добродушные зрители дарили аплодисменты каждому выступающему. В праздник, который открывает святочную неделю, Васильев день, принято посевать и вместе с этим желать хорошего урожая, крепкого здоровья, богатства, процветания. Сеем, веем, посеваем, с Новым Годом поздравляем! На Новый год, на новое счастье уродить пшеничка, горох, чечевичка, на поле копнами, на столе пирогами, чтоб здоровенькими были, много лет все мы жили. Концертную программу продолжили вокалисты Дворца культуры. Голоса певцов звенели в актовом зале, вместе с песнями дарили хорошее настроение, заставляли каждого улыбнуться. Примечательно, что на концерты собираются не только постояльцы, но и сотрудники дома-интерната. Новый год, Новый год, по сугробам идёт, песни старых часов он по свету несёт. Пусть удача найдёт, те, кто верит и ждёт, вот как чудо-чудес Новый год. В каждый свой приезд артисты дарят музыкальный подарок именинникам месяца. Так Виктория Эдуардовна Тимофеева отмечала свой день рождения накануне. Вместе с Андреем Булатовым она исполнила любимую песню. В завершении концерта в исполнении хора «Тавалга» прозвучала самая зимняя песенка. Дорогие друзья, 11 февраля на сцене Шебекинского модельного дворца культуры Московский независимый театр покажет уморительно смешную комедию «Ночные бабочки Парижу». Прекрасная комедия с лёгким французским шармом, искромётный юмор и блистательная игра актёров дарят восторг и отличное настроение. Начало спектакля в 18 часов 30 минут. Билеты уже в продаже. В рамках реализации инвестиционной стратегии, проводимой администрацией на территории Шебекинского района, открываются новые предприятия, появляются новые рабочие места. Среди них общество с ограниченной ответственностью «Родом». Молодое и перспективное предприятие по производству мебели для сидения. Подробности в нашем следующем репортаже. Стулья – самый распространённый и массовый вид мебели. Существует множество видов, моделей и фасонов стульев. С 2014 года в городе Шебекино рядом с овощным комбинатом находится предприятие ООО «Родом», которое производит стулья и кресла для офисов, баров и ресторанов на металлическом каркасе. Производственная территория фирмы достаточно обширная. На ней функционируют 4 цеха. Имеется складское помещение и прочее. Комплектующие для изготовления всего вышеперечисленного фирма частично закупает, частично производит сама. В перспективе, к тому же совсем недалёкой, все комплектующие будут производиться на месте. Руководит фирмой Виктор Станиславович Вагнер. В 2013 году мы приняли решение организовать бизнес по производству мебели для сиденья на территории Российской Федерации, проанализировав местных производителей. Мы поняли, что здесь можно достаточно успешно развить этот бизнес. При принятии решения о том, где мы будем открывать бизнес, мы проанализировали наличие трудовых ресурсов, наличие промплощадки, а также содействие администрации в развитии нашего бизнеса. В начале 2014 года мы приобрели помещение и начали потихонечку проводить ремонтно-строительные работы. Со стороны администрации нам была оказана эффективная помощь в организации документов, связанных с землёй, связанных с покупкой, приобретением. Большое участие принимала администрация в вопросах обучения персонала нашего. Помогли достаточно эффективно с подъездными путями на территорию предприятия. Сейчас тянется у нас электроэнергия по обеспечению энергетикой. В целом, по каким вопросам только не обращались, всегда была оказана быстрая и эффективная помощь. Сейчас у нас в штате порядка 330 человек. Средняя заработная плата порядка 27 тысяч рублей. До конца года мы планируем увеличить штат до 500 человек. Под увеличение ассортимента выпускаемой продукции мы его собираемся в этом году увеличить в 4 раза. Не секрет, что для любого производственного предприятия первостатейное значение имеет рынок сбыта. Если таковой имеется, предприятие может дышать свободно, спокойно развиваться и с надеждой смотреть в будущее. У коллектива ООО «Радом» с рынком сбыта проблем нет. Предприятие растет и развивается. В первые дни своего существования штат сотрудников насчитывал всего 6 человек. На сегодняшний день таковых более 250. ООО «Радом» построено благодаря инвестиционной стратегии на территории Шебекинского района, поскольку наш район считается наиболее комфортным для ведения любого вида бизнеса. Дорогие земляки, любители лыжных гонок! Управление физической культуры и спорта Шебекинского района приглашает всех желающих принять участие в традиционном крещенском забеге, который состоится 22 января на лыжной трассе Ольхи за зданием Центра культурного развития. Начало в 14 часов. Приходите, будет весело! К новостям спорта. Лучшие кикбоксеры России и стран ближнего зарубежья собрались в физкультурно-оздоровительном комплексе нашего города, чтобы показать свое спортивное мастерство. 14 января в Шебекино состоялось открытие 6-го всероссийского традиционного крещенского турнира по кикбоксингу среди юношей и юниоров. Для участия в соревнованиях и выявления сильнейшего прибыли спортсмены из 13 регионов нашей страны и ближнего зарубежья. Целью соревнований является популяризация и развитие кикбоксинга, повышение мастерства спортсменов, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, выполнение норматива «Мастер спорта России». Открытие турнира стартовало со звуков спортивного марша и прохождения участников парадным строем. Теплыми словами поприветствовал спортсменов на Шебекинской земле первый заместитель главы администрации Шебекинского района Вячеслав Викторович Галич. Мы рады приветствовать вас на степени на Шебекинской земле. Уже в третий раз мы под крышей оздоровительного комплекса проводим уже шестой традиционный крещенский турнир по кикбоксингу. И хотелось бы, чтобы эта традиция постоянно подражалась. И мы всегда будем рады организовывать эти турниры. И хотелось бы сегодня вам пожелать спортсменам достойных побед, судьям взвешенных решений, ну и болельщикам, конечно же, ярких, зрелищных поединков. Со словами приветствия к спортсменам обратился председатель Попечительского совета Белгородской федерации кикбоксинга Олег Васильевич Абрамов. Очень рады, чтобы новый год мы начинаем. С одной из самых любимых видов спорта. Одиноборцы всегда были любимыми видами спорта. У себя и всех наших граждан, в той же Советского Союза. Хочу пожелать спортсменам хороших выступлений, чтобы вы достойно представляли свои спортивные школы, всей федерации нашей Центральной Федерации Новгорода, Российской Федерации Кикбоксинга. Посмотреть в наших глазах учеников, тех людей, которые стоят сегодня здесь, и чтобы вы достигли самых лучших спортивных способов. По всем нам, любителям спорта, сказать одно. Спорт – это сегодня и работоспособность, и здоровье, и все, что надо для нашей хорошей жизни. Удачи вам и с праздником! Федерация Кикбоксинга России в очередной раз оказала Белгородской области, а в частности городу Шебекино, высокое доверие в проведении турнира. Спортивный праздник состоялся благодаря поддержке Администрации Белгородской области и Управления физической культуры и спорта Шебекинского района. На протяжении трех дней спортсмены выявляли сильнейших в дисциплине «Фулл-контакт». Поединки обслуживали 26 судей различных категорий со всей России, во главе с Владимиром Трубициным, судьей международной категории, председателем коллегии и судей Центрального федерального округа. По итогам трех дней соревнований, шебекинские кикбоксеры завоевали 8 бронзовых, 6 серебряных и 6 золотых медалей. Наши земляки показали высокий уровень своего мастерства. Поздравляем их с заслуженными наградами! А мы продолжаем нашу рубрику «Стихоклипов о малой родине в стихах», посвященную 77-й годовщине образования города Шебекина. Фёдор Почаров «Звонок». Тот первый в памяти звонока. Звенит, как смех мяча. Звонок, зовущий на урок. Детей решать задачи. И сердце кажется звонком. Груди оно трезвое. О детстве, юности, о том веселом школьном звоне. Звенит звонок. Мой город самый красивый. И я его очень люблю. Дай счастья ему и удачи. Я Господа Бога молю. Мой город луч на свете. Он домом плотным стал для нас. Пускай над ним солнышко светит. А я повторю в сотый раз. Шебекин, мне посчастливилось. Родится не где-то, а здесь. И сердце моё с твоим снилось. А это ведь счастье и есть. Вера Соловьёна. Не верь, что возраст — это года. Гони на шортывающих. Не жди от срочка от природы. В любви спасение ищи. Люби меня или другую. Но только ты не трей, гори. Что жизнь завешана в крутую судьбу. Зато благодари. Люби друзей. За столи тесном, где не вино, а разговор. Роднит всех общим интересом и правдой сказанной упорой. А друга нет на свете белом. Сам виноват. Но нет, так нет. Пускай любимому будет дело. Оно спасёт тебя от бед. Уйдёт любовь на уму вздохе. Замлёт вся жизнь. Хоть недалёк тебе, что ты уже на пороге конца, Который так далёк. Любовь уйдёт. Придёт невзгода. Но ты на возраст не греши. Ведь старость не вдруг, не годы, А состояние души. На этом наш выпуск завершён. Над её созданием работали Алексей Мигалёв, Лилия Гоголева, Иван Сомкин, Валентина Ягупова и Тарас Приказчиков. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Сёмкин